Россия в очередной раз предала своего союзника по таможенному союзу и ОДКБ, предала Армению. Международный скандал возник во время форума Евразийского экономического союза, который проходил в Москве. Там внезапно выяснилось, что Россия имеет некие секретные договоренности с Азербайджаном, направленные против национальных интересов Армении. Хотя именно Армения является официальным союзником России и Россия обязывалась Армению во всем поддерживать. Дело было так. В ходе вот этого форума лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев стали выяснять отношения из-за Нагорного Карабаха. Пашинян в очередной раз напомнил о ситуации в Лачинском коридоре, где, по его мнению, Азербайджан незаконно заблокировал дорогу. Лачинский коридор – это дорога, которая связывает Карабах с территорией Армении. По договоренности ее должны контролировать российские миротворцы. Но они не выполняют своих обязательств и по факту этот коридор контролирует Азербайджан. Существует Лачинский коридор, который, согласно трехстороннему заявлению, которое мы в траве подписали, должен быть под контролем российских миротворческих сил. То есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля. И то, что там творится, это прямое нарушение трехстороннего заявления. В свою очередь Азербайджан утверждает, что с его стороны никаких нарушений нет и выдвигает Армении встречные требования, чтобы она предоставила Азербайджану Зенгизурский коридор через свою территорию. Дело в том, что территория Армении делит Азербайджан на две части. И Азербайджан хочет получить коридор через территорию Армении, чтобы эти две части свободно сообщались друг с другом. Армения же воспринимает эти требования как посягательство на свою территориальную целостность. Пашинян в Москве заявил, что все разговоры о Зенгизурском коридоре являются территориальными претензиями Азербайджана к Армении. Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. И дальше началось самое интересное. Отвечая на этот выпад, Алиев внезапно признал, что Россия поддерживает его инициативу о создании вот этого Зенгизурского коридора через территорию Армении. То есть внезапно выяснилось, что Россия поддерживает не своего союзника Армению, а злейшего врага своего союзника Азербайджан. А что касается коридора, о котором я говорил, Зенгизурского, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано, что Азербайджан инициировал создание Зенгизурского коридора. Это наше право инициировать все, что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией. Для Пашиняна такое откровение стало настоящим шоком. И он открыто высказал Путину свое недовольство тем, что тот поддерживает Азербайджан. Очень интересно, спасибо. Владимир Владимирович, я извиняюсь. Очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили, честно говоря. Я об этом впервые слышу. Фактически выяснилось, что Россия предала своего союзника и у него за спиной договорилась с его самым принципиальным врагом. Неудивительно, что после этого эпизода министр обороны Армении вообще отказался приезжать в Минск на очередной форум ОДКБ и просто проигнорировал эту встречу. В очередной раз подтвердилось, что никакие договоренности с Россией не работают и не имеют смысла. Россия всегда кинет и предаст. И подлое нападение на Украину в этом смысле это не какой-то эксцесс или отдельно стоящий случай, а это часть обычной российской политики. Россия ведет себя одинаково подло в отношении всех своих соседей, партнеров, а особенно в отношении тех стран и народов, которых она называет братскими, союзными. И вот как раз в случае с Украиной и с Арменией это особенно ярко проявляется. Ну а также в очередной раз подтвердилось, что ОДКБ это абсолютно пустая, ненужная, неработающая организация, которая очевидно доживает свои последние дни. И случившееся с Арменией вот это подлое предательство, которое Россия совершила в отношении своего союзника, в очередной раз просто показывает всем соседям России, что слово России ничего не стоит. Россия всегда подставит, всегда кинет и никаких дел с Россией иметь просто не нужно. Друзья, подпишитесь на канал, если до сих пор еще на него не подписаны. Оставляйте комментарии и лайки к этому видео, это поможет ему получить больше охват. Соответственно, больше людей узнают правду о том, что происходит.